Продолжаю свое обещание радиостанции Вести Плюс Луганс, телеканал Луганск 24. Как всегда, в это время наш марафон здесь и сейчас. В студии ведущий Ярослав Замета, а у нас в гостях Ирина Александровна Шлыкова, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по воспитательной работе юридического института Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, поговорим сегодня о вступительной кампании. Она как раз в самом разгаре, да, и с чем ее встречает юридический институт? Конечно. Лето – жаркая пора, особенно горячая пора для выпускников школ и их родителей. И если мы открываем двери, то ждем к себе самых амбициозных, целеустремленных людей, которые понимают, что будущее хотят посвятить служению закону, защите справедливости, правопорядка и законности. В этом году мы открываем свои двери и для абитуриентов и студентов, освобожденных территорий Луганской народной республики, чтобы одни из них смогли продолжить свое обучение в нашем юридическом институте, а другие смогли поступить. Дело в том, что мы гордимся своим институтом. Наш юридический институт является структурным подразделением, как вы уже сказали, Луганского государственного университета имени Даля. Мы далевцы, мы гордимся этим. И нашему институту уже 30 лет мы готовим юристов не только для нашей республики, а, как известно, права вообще основы государства. И за эти годы, с 2014 года, наш юридический институт не только не потерял в кадровом составе, но сумел его и преувеличить, преумножить и укрепить. Кстати, вот о кадровом составе, о профессорско-преподавательском составе. Кто сегодня преподает? Конечно, я хочу сегодня привести некоторые цифры, которые как раз и покажут качественный уровень нашего юридического института. Численность профессорско-преподавательского состава юридического института на 1 июня 2022 года – это 94 человека. Из них 12 докторов наук, 45 кандидатов наук. У нас 6 кафедр. Кафедра «Выпускающая» – это кафедра государственно-правовых дисциплин, и ее возглавляет наш директор, доктор юридических наук, профессор, почетный гражданин города Луганска, заслуженный юрист Луганской народной республики, Лидия Ивановна Лазар. Другие кафедры – это кафедра международного права и правосоциального обеспечения, кафедра конституционного права и историко-правовых дисциплин, кафедра предпринимательского права и арбитражного процесса, административного и экологического права и кафедра интеллектуальных прав. Наш преподавательский состав нацелен на то, чтобы наши студенты получали высокий уровень и качественную подготовку. По каким специальностям проводится подготовка? Кого выпускают? Я так понимаю, юристов, международников и... Сейчас я расскажу. У нас универсальная подготовка. Институт осуществляет подготовку бакалавров и магистров на сегодняшний день. В настоящий момент подготовка бакалавров осуществляется по направлению юриспруденция. Подготовка магистров осуществляется по направлению юриспруденция на трём магистрским программах – по уголовно-правовой, гражданскоправовой и правовое регулирование интеллектуальной собственности. У нас, если посмотреть, сколько у нас учатся студентов, то мы большой институт в составе Далевского университета. На сегодняшний день у нас обучается 1567 человек. На дневном отделении 777 студентов, на заочном 790. А если глянуть за последние пять лет, то мы выпустили 1642 бакалавра и 823 магистра. Что касается трудоустройства, не будет ли как в 90-е сложно найти, потому что либо наоборот, они везде? Это очень популярный вопрос и обеспокоенность многих родителей. Хочу сразу заверить, никаких проблем с трудоустройством у наших выпускников нет. Наши выпускники работают в государственных органах и органах местного самоуправления, в аппарате главы ЛНР, правительстве ЛНР, министерствах, государственных комитетах, администрациях городов и районов нашей республики. Наши выпускники работают в судебных органах, в Верховном суде ЛНР, арбитражном суде, военном, районных судах. То есть во всех судах разных инстанций. Всех инстанций. В правоохранительных органах, хочу расшифровать, органах внутренних дел, прокуратуры, юстиции, нотариате, адвокатуре, таможенных органах, в юридических службах, предприятиях, учреждениях, организациях всех видов собственности. И многие наши выпускники работают за пределами ЛНР, в частности в Российской Федерации. И за уровень их подготовки мы получаем только благодарности. А как сегодня обстоятельства с обеспечением учебного процесса и практику, где они проходят? Да, для того, чтобы обеспечить учебный процесс нашим преподавателям, нашему профессорско-преподавательскому составу, конечно, приходится много работать. Но с 2018 по 2021 год для обеспечения именно учебного процесса нашими преподавателями было подготовлено и опубликовано, это уже по новому законодательству ЛНР, 12 монографий, 26 учебников, 20 учебных пособий. И сотрудниками получено 99 патентов и свидетельств. Юридическим институтом заключены договоры на прохождение учебной, производственной и преддипломной практики с Народным советом Луганской Народной Республики, Генеральной прокуратурой ЛНР, Министерством юстиции, Верховным судом Луганской Народной Республики, Государственным комитетом налогов и сборов, Министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом и другими организациями и предприятиями Луганской Народной Республики. И работодатели наши имеют возможность в период прохождения практики присмотреться к нашим выпускникам, и многие получают из них приглашение на работу. И сейчас в Верховном суде и на протяжении всех этих лет, вот что мы работаем, работают выпускники нашего юридического института, мы ими гордимся. А для того, чтобы обеспечить кадрами наш юридический институт и вообще Донбасс, и многие сейчас подумывают и из Российской Федерации к нам приехать, при нашем юридическом институте в Далевском университете был открыт диссертационный совет. То есть диссертацию защищают. Да, мало того, с 2019 года в нашем совете были защищены 6 диссертаций. Из них 4 докторских диссертации, 2 на соискании ученого звания кандидата юридических наук. И сейчас на выходе находятся 3 диссертации на соискании ученой степени кандидата наук. Так что нам есть чем гордиться. По поводу прохождения практики. Я помню, когда я учился на журналистике, после первого курса я пошел на радио, попробовал на второй курс телевидение, потом была газета, информагентство. В конце концов, вернулся больше всего, мне понравилось радио, и, собственно, вот так получилось. Ваши студенты как часто проходят практику, и вот они меняют свое место сами по себе, выбирая себе будущий профиль профессии? Безусловно, я поняла. Со второго курса они начинают проходить практику, и они имеют право выбора. Они действительно могут проходить в различных организациях и учреждениях, могут попробовать свои силы в прокуратуре. Но я знаю, что наши студенты очень любят проходить практику в нашей, в органах прокуратуры в Луганской Народной Республике, в судах очень любят проходить практику. И поэтому у них есть такая возможность проверить себя и выбрать то, что им ближе по душе. Но кроме учебной деятельности, чем еще занимаются студенты? Скучать нам не приходится. У нас и преподаватели, и студенты ведут очень активную и общественно-политическую, и научную деятельность, и творческую. Но надо отметить, что и в целом в Далевском университете идет очень активная общественная жизнь. У нас студенты являются членами молодой гвардии Единой России. Они осуществляют очень большую волонтерскую работу. Также и в юридическом институте студенты наши имеют возможность участвовать в различных форумах, круглых столах, научно-практических конференциях. Хотелось бы привести некоторые примеры, которыми мы гордимся. Например, в 2019 году наши студенты принимали участие в Международном молодежном научном форуме «Эволюция права» в Москве в Государственном университете имени Ломоносова. И наша студентка Сокол Полина заняла первое место по секции «Экология». Даже в период, когда наступили тяжелые времена коронавируса, не прекращалась наша научная жизнь. Дистанционно проходили различные конференции, симпозиумы. Так, наши студенты принимали участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы юриспруденции» в Костромском государственном университете. Все статьи наших студентов были высоко оценены и опубликованы в научном сборнике. Также в 2020 году в Москве проходил конкурс научно-исследовательских работ студентов «Наука будущего-2022». И в номинации на лучший тезис наш студент четвертого курса получил диплом третьей степени. Также в нашем институте на постоянной основе работают очень много кружков научных по интересам разных кружков в нашем юридическом институте. Преподаватели ведут эти кружки. И есть возможность не только попробовать себя в рамках научно-исследовательской работы, но и сразу окунуться в юридическую практику. При нашем юридическом институте открыта общественная приемная, центр юридической консультации. В этом центре студенты под руководством преподавателей оказывают юридическую помощь, то есть дают юридические консультации бесплатно всем жителям Луганской Народной Республики и любым людям, кто туда обращается. Кроме того, у нас проходит, который стал уже ежегодным, международный Далевский патриотический форум «Молодые патриоты Отечества». Вот, например, в этом году, в феврале, в нем принимали участие преподаватели, научные работники Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Работает у нас и творческий волонтерский коллектив «Лазарята». Он часто мелькает в наших СМИ, и дети, которые там проводят всевозможные мероприятия, являются еще и шефами Лотиковского психоневрологического интерната. Мы стараемся два раза в год приезжать к ним, давать концерты на День Святого Николая и на Пасху. Но, как получается, в связи с последними тяжелыми временами коронавируса, я имею в виду, мы приезжали в этом году один раз. Мы всегда привозим подарки. Но больше всего наши подшефные ждут радости, чтобы мы с ними поводили хороводы, попели, потанцевали. Это очень дорого им. Нас всегда ждут с нетерпением. Но и наши уже привыкли к этому, что приезжают и проводят. Кроме того, хотелось бы особо отметить, у нас ведь есть особенная специфическая деятельность наших преподавателей. Наши преподаватели, это профессорско-преподавательский состав в основном, принимают активное участие в работе комиссии при Верховном суде Луганской Народной Республики по приему экзаменов на должность судьи. Являются членами научно-консультативного совета при Верховном суде ЛНР. В частности, уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой секции по обсуждению проектов постановлений Пленума Верховного Союза Луганской Народной Республики по вопросам судебной практики применения законодательства ЛНР. Являются членами комиссии по вопросам помилования при главе Луганской Народной Республики. Также профессорско-преподавательский состав Юридического Института принимает активное участие в рабочих группах по разработке законодательства ЛНР. Так, по обращению Общественной Палаты ЛНР за отчетный период рабочей группой Юридического Института разработан проект закона, очень важный для нашей республики, о поддержке инициатив развития социального предпринимательства в ЛНР. Что касается международной деятельности, ведет ли какую-то международную деятельность Ваш институт? Безусловно. Наш институт ведет активную деятельность по международному сотрудничеству. Для того, чтобы она шла планомерно, мы заключаем договоры о международном сотрудничестве. Так, у нас есть такие договоры с Всероссийской полицейской ассоциацией города Тулы, Алтайским государственным университетом, Донбасской юридической академией, Тольяттинским государственным университетом, Самарской гуманитарной академией. В настоящее время ведутся переговоры о заключении договора о сотрудничестве с Екатеринбургским государственным университетом. Ну и в заключении мне хотелось бы сказать, что поскольку будущее нашей республики, равное науке, образование, мы не мыслим в отрыве от России, то и дальнейшее развитие юридического института, разработку его программы, направление подготовки мы видим в соответствии со стандартами юридического образования Российской Федерации. Ну здесь, кстати, очень много работы у вас, потому что у нас вчера был и Дмитрий Хорошилов, который говорил о том, что работа об, скажем так, гармонизации законодательства Луганской народной республики и российского законодательства идет постоянно. А это значит, что эта же работа постоянно ведется и у вас. Как часто вообще приходится переписывать вот эти учебные программы и как вообще был легкий переход, легко ли было перейти в 2014 году все-таки с украинского законодательства на собственное? Ну, конечно, это процесс нелегкий, кропотливый, но поскольку у нас, как я уже отмечала, очень высокий качественный состав преподавателей, то с этого мы и начинали свою работу. Анализировали программы и писали их заново. И, конечно, большое значение для нас, играя, это опыт Российской Федерации, его юридического образования. Большое спасибо. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, нашим гостем была кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по воспитательной работе юридического института Луганского государства университета имени Владимира Даля. Ирина Александровна Шлыкова, приходите к нам еще. Ну, а мы уходим на небольшую паузу, после этого продолжим наше обещание.